Ночный ураган, который накануне обрушился на Держинск, оставил за собой ощутимые следы. Крыши многих домов снесены, а стены в следах от града размером с куриное яйцо. Местные жители говорят, такого в этом городе не было никогда. Больше всего пострадал частный сектор. На улице Новоселов ветер срывал крыши с домов и уносил на десятки метров. Выбиты стекла, повреждены машины. Напоры не выдерживали стропильная система и деревянные конструкции. В перемешку с шифером и металлом падали прямо в комнаты. В Держинске работает оперативный штаб, но пострадавших слишком много. В первую очередь в порядок приводят те дома, где полуразрушенные стены могут снова обрушиться. Люди переезжают к родственникам подальше от эпицентра урагана. Дома была жена с маленькими детьми. Они в это время ушли вниз. Это, в принципе, как бы и спасло. Дети, естественно, испугались. Дети плакали. Жена тоже в панике была легкой. Ну, потом родственники приехали. Вот, забирали. Оружием большой разрушительной силы стал в Держинске и гигантский град. Ледяные камни изрешетили крыши и стены. Люди, которые оказались на улице, получили травмы. А в первые минуты после стихии парки и улицы покрыла замерзшая корка. Жизнь в городе замерла. Остановилось даже движение на железной дороге. Электричка в Держинск, на которой многие добираются домой, не смогла проехать из-за упавших на пути деревьев. Ветер сносил с дороги автомобиль и деревья выворачивал с корнем. Было зафиксировано 17 подтоплений, которые на данный момент уже ликвидированы. Затем кровли сорвало с домов, с 45 домов, из которых 4 многоквартирных. Пострадавших людей не зафиксировано. На данный момент ведутся восстановительные работы по электроснабжению и по распилу деревьев, которые уже находятся вне проезжей части. Многие дома без света были до утра. Ветер оборвал линии электропередачи. Сейчас снабжение практически восстановлено, а урон еще предстоит подсчитать. Власти и страховщики обещают компенсировать ущерб, но напоминают, быстро добраться до всех пострадавших невозможно физически. Сейчас Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает восстанавливать дома и подворья, но на протяжении дня поступают звонки от новых граждан, которые также просят помощи. Игорь Тур, Александр Вавилов. Наши новости ОНТ.